В детском саду Кушвы двухгодовалый мальчик получил серьезную травму. Воспитательница отвлеклась и не заметила, что бортик кровати опущен. Ксения Коротскина разбиралась в ситуации. Двухгодовалому Вове теперь нельзя смотреть любимые мультики. Запретил врач. С игрушками тоже долго не повозиться. Мальчик быстро устает и не может держать равновесие. Неделю назад во время тихого часа в детском саду он упал с кровати и получил перелом задней кости черепа. Ребенок менее активный стал, вечно плакает теперь. Только спит, не улыбается в основном. На скорой из детского сада маму с ребенком увезли в больницу. Там они провели неделю. Но лечение на этом не закончилось. В данный момент нам надо вставать на учет к неврологу, а в нашем городе невролога нет. Таблетки все дорогие. Наша семья очень тяжело может выделить деньги на такие таблетки. В день ЧП в группе было семь детей. По словам воспитательницы, она отвлеклась на другого ребенка. В этот момент Вова и упал. Бортик на кроватке был опущен. Я заметила у одной из девочек розовые щечки. Подошла, естественно, поверить. Оказалась у нее, правда, высокая температура. Я ее начала поднимать с кроватки, чтобы измерить ей температуру. В это время он упал. В этом я виновата. Сейчас воспитательница на больничном из-за случившегося переживает так сильно, что скачет давление. Своей вины не отрицает и руководство детского сада. Заведующая готова оплачивать лечение Вовы. Хотелось бы еще раз попросить у вас прощения за тот случай, который у нас произошел. Несмотря на извинения, заявления в полицию родители все-таки написали. В детском саду уже начали внутреннюю проверку. Все то время, которое ребенок находится в детском саду, за его жизнь и здоровье отвечает непосредственно. Воспитатель. В должностных инструкциях воспитателя, может быть, нянечки, еще какого-то персонала, четко прописаны те обязанности, которые выполняет данное должностное лицо. Ребенок в детском саду ни на минуту, ни на 30 секунд не должен оставаться без присмотра и ухода. Мама двухгодовалого Вовы готова идти до конца и намерена подать заявление в суд. Оказание услуг потребителю ненадлежащего качества, опасного для жизни и здоровья, которое привело к такой ситуации, может, существует как раз отдельная статья. Вот эта, она является не тяжкой. Там максимальный срок наказания – два года лишения свободы. Но, как правило, никто не получает реальных сроков, особенно если это случается впервые. Когда закончится лечение, в детский сад Вова все-таки вернется, но только уже в другую группу.